Привет! Продолжаем модифицировать наши вьюсы, чтобы они стали более информативными и полезными для работы. С вами все так же Даша Фокина и Теплица социальных технологий. Сейчас будем добавлять в наши вьюсы группировку и сортировку, работать с полями таблиц и делать жизнь сотрудников нашей организации проще. Поехали! Начнем с группировки записей во вьюсах. Группировка позволяет объединять записи по группам на основе одного или нескольких полей. Например, можно сгруппировать наших подопечных по городу. Давайте создадим новый вьюс распределения по городам и проделаем это. Нажмем на кнопку групп. Выберем поле город для группировки. Записи разбились на группы. В заголовке группы название города. Кнопка групп переименовалась и окрасилась в сиреневый цвет. Такой же цвет окрасил из поле город. Кроме того, Airtable подсчитал количество записей в каждой группе и сагрегировал числовые поля. Но считать суммарный возраст подопечных кажется бессмысленной затеей. Установим тут None. Но важно помнить, что такая отличная возможность как агрегация есть. Группировать записи можно по всем типам полей, кроме вложений. Вернемся к окну группировки. После добавления группировки по полю город появились новые функции. Первая из которых позволяет добавить еще одно поле для группировки. Например, если мы добавим к нашей группировке по городу новую группировку по диагнозу, то мы получим группы городов, а внутри вложенные группы диагнозов. Следующие кнопки сворачивают все группы и разворачивают их. Также свернуть и развернуть каждую группу отдельно можно кликнув по треугольнику в начале строки заголовка. А еще изменить отображение группы или всех групп разом можно щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку группы. Откроется контекстное меню с вариантами свернуть-развернуть, выбранную группу или все группы. Если наш подопечный переедет, нам достаточно перетащить строку с ним из одной группы в другую, и значение поля город изменится автоматически. Но такая роскошь доступна не для всех типов полей. Мы знаем, что бывают вычисляемые поля, значения в которых мы не можем изменять. Следовательно, когда записи группируются по вычисляемому полю, вы не можете перемещать записи между группами во вьюсе. Удалим текущую группировку. Для этого в окне настройки группировки щелкнем по крестикам рядом с полями, по которым мы сейчас производим группировку. Обратим внимание на поле регион. Это поле имеет тип lookup. Соответственно, значение поля регион меняется в таблице города и не может быть изменено через таблицу подопечной. Установим группировку по полю регион и попробуем перетащить запись из одной группы в другую. Ничего не удается. Airtable запрещает нам менять значение, которое он вычисляет сам. Вот, пожалуй, и все, что нужно знать о группировке, чтобы начать ей пользоваться. Давайте донастроим Наташин Вьюс, отфильтрованный по тем, кто занимается с тьюторами. Сгруппируем по полю, когда посещает занятие, и посмотрим, в каких группах получилось по несколько человек. Теперь Наташе можно смело обзванивать этих людей и переносить их обучение на более свободные дни. Перейдем к сортировке. Она определяет, в каком порядке записи будут отображаться во вьюсе. Порядок записей можно изменять вручную или автоматически. Для перемещения вручную используется стандартный метод drag-and-drop. Захватили и перетащили в нужное место. Для автоматической и быстрой сортировки воспользуемся кнопкой «Сорт». Мы поможем Наташе отсортировать новичков, которые нуждаются в анбординге, от самых старых заявок к самым новым. Для этого добавим условия сортировки и выберем в качестве поля для сортировки время создания записи. Теперь выберем направление сортировки. От старых к свежим записям или наоборот. Нам интересен первый вариант. Записи отсортировались. Кнопка сортировки окрасилась в персиковый цвет, как и поле даты и время создания записи. Можно добавить еще одно поле для сортировки в окне сортировки. В этом случае сортировка будет сначала по первому параметру, а затем по второму. Вернемся к окну установки сортировки. Тут присутствует ползунок Keep Sorted. Если оставить его активным, то записи всегда будут отсортированы. Изменим для подопечного поле город с Москвы на Санкт-Петербург. Запись переползла туда, где она должна находиться в соответствии с алфавитным порядком. Если мы выключим ползунок после применения сортировки, то порядок перестанет поддерживаться автоматически. Меняем поле город обратно. Запись никуда не уехала, потому что мы перестали поддерживать автоматическую сортировку. Мы помогли Маше с порядком обработки новых заявок. И это поможет выстроить процесс работы с новыми заявками, сократив скорость ответа на них. Мы помним, что для скрытия записей применяются фильтры, но иногда слишком много становится атрибутов. Поэтому их также можно скрыть в рамках вьюса. Для этого предназначена кнопка Hide Fields. При нажатии на нее откроется список всех полей таблицы. Переключатели рядом с каждым полем определяют, отображают ли его в данном вьюсе. Можно скрыть или отобразить все поля таблицы разом, воспользовавшись кнопками Hide All и Show All. Итак, давайте решим, какие поля нужны нам для работы с новичками, а какие нет. Безусловно, во-первых, это поле ФИО. Кстати, при всем желании скрыть поле ФИО не удастся, оно является основным. Основное поле всегда является первым. Оно не может быть удалено, перемещено или скрыто. Также оставим телефон, информацию о родственниках и статус. Потому что после того, как мы связались с будущим нашим студентом, логично установить его статус «Приглашен на интервью» или «Отказ». А еще можно оставить поле «Комментарий». Ну и дату и время знакомства, которое мы ему назначили. Пожалуй, это все. Если в ходе работы мы поймем, что нам нужны еще какие-то поля, мы их откроем. Обратите внимание, что когда какие-либо поля скрыты, наша кнопка выделяется синим цветом и изменяется, показывая, сколько полей было скрыто. Теперь закрепим поля, важные при обзвоне. Само собой, важнее всего поле «Телефон». Чтобы закрепить его рядом с ФИО, которое всегда первое, необходимо потянуть вправо толстую линию, отделяющую основное от остальных полей. Отлично, телефон закреплен. Осталось поменять местами поля в порядке их значимости. За телефоном, думаю, следует поместить поле «Информация о родственниках». Для этого захватим заголовок мышкой и перетащим на нужное место. Следом добавим дату и время интервью, комментарий и статус. Вы помните, что как только мы изменим значение поля «Статус», запись уплывет из таблицы. Кстати, можно изменить фильтр таким образом, чтобы он отображал не только записи без статусов, но и записи в статусе «Приглашен на знакомство». Но тут уж решать Маша. Итак, мы окончательно настроили вьюсы для Маши по обзвону новичков и для Наташи для изменения расписания посещений студентов нашего учебного центра в условиях коронавирусных ограничений. По-моему, получилось отлично. Дальше мы узнаем, что такое синхронизация и почему ей важно пользоваться при связывании баз между собой. Мы назначим тьютеров каждому студенту, не создавая новых данных в нашем пространстве, а используя только существующие базу и таблицы. До встречи на следующем занятии!